Первое это Карибы, кто-то узнал на этой теме, есть один зарядный фанат гольфа, прорисовал это поле, видимо его одно из других полей, любимое поле, долгий-чайший деталей, и теперь как бы другие полиции, которые, допустим, увлекаются в поле, могут точно узнать как бы географию этого поля, и с помощью Путина России тоже посмотреть какие-то интересные места этого поля. И второе, видите, в этом случае это Африка-Код-дивуар, там спутниковый снимок был искажен облачностью, но тем не менее этого пользователя это не остановило. С помощью GPS-устройства, с помощью точек, он уточнил, где находятся какие-то объекты, и прорисовался, видите, как замечательная карта. Как бы, ну, я думаю, учители Код-дивуара могут столько гордиться, потому что, посмотрите, тут и улицы, и здания, и предприятия, и очень многое, что он нарисовал, как бы, как один человек. То есть, как бы, этот человек может повлиять, как, практически повлиять на развитие страны. Да, говоря о стране, как бы, уже расширяя, как бы, Алматы, конечно же, я вот смотрел довольно хорошо прорисованно, но хотелось бы очень еще, как бы, помочь и всему Казахстану, с точки зрения, что, например, помочь пригородам и сельской местности. Если вы, допустим, с какого-то места, и вы хорошо его знаете, я думаю, было бы очень приятно жителям это место, если бы это место было добавлено на карту. Также, например, если какие-то есть места, допустим, туристические, и куда вы ездите, которые вы считаете, будут тоже интересны, вне города, например, озера и тому подобное, вы можете тоже добавлять. То есть, очень важно, вне работы города, очень сложно бывать, наверное, знаете, найти, ну, не знаю, интернет-кафе или пункт обмена валют. И, в некоторых ситуациях это очень-очень важно. И третье, это, как бы, руководство, которое вы добавите, оно поможет развитию бизнеса в стране, как я говорил, в общем, в мире. Это зависит от призма, в частности, а также планирование, например, каких-то инвестиций. То есть, если в городах, конечно, уже хорошая информация есть, но именно вот приготавливать сельское место, это поможет инвестициям, допустим, например, какой-то гуманитарной помощи, если они хотят более точно узнать о местности. И тут тоже есть интересные примеры. Первый – это Вьетнам. Справа, смотрите, здесь тоже основные желтые магистрали и несколько основных городов, даже меньше десяти. И пользователи прорисовали очень много даже маленьких городишек и сел по Вьетнаме и намного больше дорог уже. Если вы как бы увеличите, то вы увидите, что там внутри городов очень многое, что больше следовали. И Боливия тоже, смотрите, не стоит практически. Только там несколько основных городов. А теперь тут и какие-то лесные парковые зоны, может быть, джунгли, и озера, и магистрали. Это может помочь тем, кто или путешествует в Боливии, или хочет, допустим, развить бизнес в Боливии, допустим, инвесторов в какой-то области. Я считаю, это очень сильно поможет. Ну, я, конечно же, пользусь в Боливии, в Керлочем. Я считаю, что очень важно, и я очень говорю, что я представляю часть этого, это, что был надмейкер помогает людям в чрезвычайных ситуациях, то есть буквально помогает людям спасти жизнь. И если кому-то, об этом есть много примеров, и вот я привел один здесь. Кто-нибудь слышал о циклоне Наргиз? В общем, я расскажу. Циклон Наргиз, он это было в прошлом году, по-моему, в мае. И что случилось? Он поразил вот регион недалеко от Бирбы. И, к сожалению, огромное количество людей пострадало, и были огромные наводнения в стране. И, как бы, ну, это, как бы, развивающая сторона, там нет хороших карт, и обновленных. И, как бы, ну, наверное, большинство картами печатали здание, и Куканда Гугл была пустая. То есть при помощи в спасении людей, как бы, очень сложно помочь, если даже люди не знают, ну, как найти, где больше всего людей можно спасти, в каких местах больше наводнения произошло. Но с помощью MapMaker, что сделали люди, люди отметили места наводнения, люди отметили села и города, магистрали, как можно от них добраться. И это помогло людям, которые, которые, действительно, спасали людей из наводнения. Также есть несколько случаев, я, наверное, деталь сейчас не буду договариваться, если кому-то интересно. Они на основном влоге Google Maps отмечены, когда Google Maps помогала в чрезвычайных ситуациях спасти жизни. Да, вот можно в этой связи. Короткий вопрос. Во время грузино-авказского конфликта, мы заходили на Google посмотреть карты, и Грузии не было вообще. То есть это могли и пользователи просто взять и стереть? Могили пользователи стереть карты Грузии, я думаю, скорее всего... То есть она обозначена границей, да? А то, что внутри там, почему? Я могу ответить на этот вопрос. Я Антон Гукурины. Была информация, что Google специально выключил во время военных действий и наступление российских поиск, для того, чтобы предотвратить какие-то еще конфликты. Ну, Антон, это активный пользователь, как бы не представитель Google. Ну, я лично не знаю насчет этого конфликта, и я не могу точно комментировать от лица компании. Но с точки зрения вопросов пользователей, я думаю, было бы очень сложно лично пользователям так массу удалять. Я точно не знаю, возможно, Антон Боров, я не знаю. Просто включили всю страну за несколько часов. Буквально просто я работал в информационной, и мы мониторили, и на протяжении нескольких часов фактически отключилось все друзья. То есть фото из космоса остались, но дороги выключились. Это централизованно, я думаю, все-таки из-за этого вас сделали. Я, честно, на счет этого сообщения не знаю. Ну, давайте про чем. Вы можете почитать в интернете, возможно, на официальном сайте, что поставили. Я буду ссылкой. А, еще можно посмотреть? Вот это все, правда, все наоборот, все очень языкально. То есть это реально очень быстро может аутообразить на карте. А сколько человек в салонах? Ну, точных данных не знаю. Если вы, потом, если вы наведете на карты Google Аплета, вы увидите даже именно обойдутся. Вот еще вопрос, знаете, будет? Я думаю, что в Бирме, как бы, здесь, правда, не у всех есть интернет, но я думаю, как бы, все равно есть активные пользователи, у кого лучший доступ к интернету, и которые, когда меньшая часть людей, вы же видели, где был этот план, один человек может действительно очень много сделать. То есть, и, возможно, там какой-то маленький пользователь, возможно, большой, я точно не знаю. Но, возможно, это не все, конечно, вы пользователи. Но какая-то активная часть, например, у нас тут 70-80 человек, очень многое можно что-то сделать. Демонстрация Google Mapmaker. Перед тем, как мы перейдем к демонстрации, я бы хотел больше поговорить о вопросах. Продолжение следует... А вот я бы хотел передемонстрацию, побольше говорить об Антоне. Меня зовут Антон. Антон это один из наших активных пользователей. Мы даже его специально пригласили из Украины к Виво. Он один из тех, как бы это пример в том, что даже польцы не только одной стране могут помогать сами себе, но вот, например, Антон с Украиной, он тоже прорисовал множество объектов в Казахстане, в том числе, по-моему, Аральское море. Да, Аральское море нарисовал, и часть Байканура, просто было как-то интересно, посмотри что-то. Зашел, смотрю карту, на карте, на ледной дороге было и аэропорта съемка. И достаточно можно на ледной дороге. То есть, как бы, не стало, чтобы вы еще какую-то сторону другую знаете, можете тоже помочь больше на ледной страны. А вот до Антона, например, Аральское море не было просто на карте, да, по-моему? Да, не было, я просто смотрел, и чего-то не хватает, как бы, и так понимается, чего-то не хватает. А на съемку переключился, а там море есть. Молодец, а вот Антон вообще по всему миру сделал более 10 тысяч редакций, что... 13 тысяч редакций, что уникально. Даже на моих слайдах я готовил, я думаю, приведу я пример, вы видите там, а темпозер сделал 6 тысяч слайдов, ну ничего себе, и добавил в этот слайд. А потом, оказывается, Антон сделал 13 тысяч ладов. Ну, конечно, очень скромный подарок, что я думаю, это Бока. А вот, Бутыл Матмейкер. А вот, Бутыл Матмейкер, который по всему миру добавляет, да, даже в Аргентине. Да, был конкурс с 15 февраля по 15 ноября по 14 декабря. Надо было нарисовать, ну, поставить... Ну, конкурс был в Южной Америке. В 18 странах брало участие, ну, то есть по 18 странам можно было добавлять объектов. Конкурс был такой, что можно было сделать свою команду до 10 человек, и каждый пользователь команды должен сделать более 100 объектов. Но если пользователь сделает больше тысяч... На всю команду тысяча объектов. Если пользователь сделает больше тысячи объектов, пользователь приглашается на глобальную конкурсию, которая будет в ЧИСе или в Рокетине, или в Рокетине. Что-то, конечно, неизвестно, а результат после того, что есть план. Ну, просто так, команда решили выиграть, потому что до сих пор Украина не открыта для редактирования. Мы хотели показать, что в Украине есть потенциал, что мы можем на примере другой страны показать, что украинцы могут качественно и быстро и много ставить объектов. Мы для себя поставили планку для каждого в 10 тысяч объектов. Я сделал 10 600, и еще один парень из команды сделал 12 тысяч объектов, и два человека сделало по 3 тысячи. Сумасная команда набрала порядка 35 тысяч объектов. В команде было еще четверо людей из, двое, по-моему, из Перу, и двое еще каких-то стран, я точно не помню название. Это как бы местные, но, по-моему, это какие-то студенты, которые учились у нас, потому что у них личные были имена. Поэтому мы взяли их в команду. И еще хочу сказать, что, имея хороший компьютер и хороший интернет, за день, дневной рекорд, за сколько человек делал, мы поставили в нашей команде Евгения из Киева, он сделал 2036 объектов за день. Он с утра начал рисовать и вечером закончил. Это как бы такой рекорд. Молодцы, давайте я вам еще поклоню. И давайте послали дальше. Возможно, если надо выиграть и полетить в Южную Америку, на соревнованиях. Спасибо. И можно, может, покажешь, как раз, может, поможем Наташи? Хорошо, давайте. Так, а мышку будет видно? А? Да, ее видно. Так. Или, может, я буду показывать на карте, что будет здесь. И, может, я буду показывать на карте. Так, еще раз напомню, адрес google.com. И вот мы видели наши призы на сегодня. Это вот футбол, блокноты и наклейки. А все, как? И у всех вас есть очень хороший шанс выиграть. Он упомянул, что довольно большие цифры, мы более скромные, наверное, маленькую цель, такую поставим. Давайте попробуем каждый, чтобы сделать хотя бы 20 редакций. Вы можете видеть на своем профайле, сколько вы сделаете. И чтобы действительно объекты появились на карте, нужно, чтобы кто-то их модерировал. Поэтому, если поставить такую неформальную цель 20 редакций, 20 модераций, то мы, как бы, действительно, сколько чего-то сможем додиться во время этого мероприятия. Как раз сейчас Антон нам покажет, как можно это сделать. И, как бы, если вы увидите, каждый, кто сделает, например, на публикационный подарок, получит гарантированный выпуск на подарок. Это обязательно в рамках текущего мероприятия, или можно, если, допустим, уже были сделаны довольно много изменений? Извините, я не слышу. Можно все в рамках, пожалуйста? А я имею в виду, именно в рамках сегодняшнего мероприятия, или будут учитываться изменения, сделанные уже ранее? Нет, ранее сегодняшнего. Поэтому, поэтому, очень хороший вопрос, кстати, потому что я высылал некоторую форму регистрации через представителей сайта. Если вы не зарегистрировались на форме, где просится ваш профайл, пожалуйста, зарегистрируйтесь, потому что таким образом вы сможете посчитать, сколько вы сделали в редакции, что мне нужно подать в банарах. Если кто-то не знает, я покажу ссылку для регистрации площадь, там напишут свое имя и ссылка на ваш профайл. Так, а поможете показать, как можно добавить объект? Сейчас я наеду. Для того, чтобы добавить объект, надо опуститься на формат. Всем слышно, Антона? В нижнем углу, вот здесь вот, стоит высота, ну не высота, стоит масштаб. Антон, а можно вот это вернуть, что у вас от 1000 шестов оказывается? Сейчас, сейчас, да-да. Вот эту вы можете в панель как бы свернуть. По умолчанию она появляется. Вот она. А вот только как активные кольца уже там свои настройки делают. Давайте, куда мы добавим объект, для примера? Воровое. Воровое? Да. Давайте вам ответить. Давайте это в Мегасекте. В Мегасекте. Да, вот это, давайте, 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 давайте. Давайте, где мы находимся. Сейчас нужна будет нам помощь. Да, мне нужна ваша помощь, потому что я не знаю точно. Лево-право, вверх-вниз, куда двигаться. Лево-право, вверх-вниз, куда двигаться. Левее, левее. А теперь чуть-чуть увеличивается. Вот на Либи, видишь улицу, Либи? Вон, жалкость на сверху. А, вот вижу, да. Да. Вот. А теперь выше, заобая, зачем? Вот. Это на полгода вообще с Узбекистала, представители. Всем остальные говорите. Левее, левее. 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 Что-то, чуть-чуть интернет визит. Вот, кстати, вот. А, да, хотел сказать, немножко интернет меньше, чем вы предполагали. Медленнее, чем мы предполагали. Поэтому, я бы хотел сказать, если вы будете переключаться на режим спутника, в правом верхнем углу, что немножко медленнее будет. Поэтому постарайтесь переключаться только, когда именно вы хотите прорисовать. А дома, если у вас интернет хороший, то машина вам подходит. Вот, где шокин сторона внизу. Серая вот. Вот это? Куда мышку? Лево, право. Серая, серая. Серая. Вот это? Да. Слева увеличить, там будет. Погадать нам. Вот губы. Еще не могу увеличить. Еще не могу увеличить, там появится. Вот здесь, да? Да, да, да. Мамфео, вот это, Мамфео, вот на аромат. И сейчас есть, а уже есть, да. А давайте как раз. На самом деле, добавим кавкардию. А может там есть? Рядом. Это магазин юбилей. А можно добавить кафе? Нет, давайте добавим, знаете, что-то. Вот здесь вот внизу выставка. Хрэндэнли. Где нахрен? Покажите. Я вся наулах. У тебя не загорается. Как всегда. Вот здесь, да, по-моему? Так, и здесь, да? Давайте меломандо-пэ. Вот здесь ниже. Точнее, выше. Так, вот здесь, там. Казах-телеком. Казах-телеком, а вот в этом здании, вот здесь. Так, кто-то сам выстучится. Давайте добавим. Вот это. Так. Сейчас, Антон, на английском пользовался, но в принципе можно попробовать на русском. Если будут какие-то проблемы, получается, да. Так, сейчас. Если мы хотим поменять на русский язык или на какой-то другой язык, который есть в интерфейсе, надо добавить, можно в ручном режиме или можно сразу загрузиться, записывая, например, в Google.ru, в AppMaker, вы попадете на русский интерфейс. Казахский есть? А пока что, наверное, у меня нет. Пока нету. Тогда можно в автоматическом режиме добавить вот такие вот есть параметры. А, кстати, я бы хотел замечательность сделать по этому поводу. Очень хорошо, чтобы напомнили. Есть кто-нибудь, кто владеет казахским языком? Да. Наверное, все я прочитаю, да, в какой-то той или иной степени. Если вы хотите помочь с локализацией, то вы можете использовать бюджет индивидуальное личное. Если кто-то не сможет найти ссылку, то вы можете обращаться к ним. Номера домов обозначены ли. Некоторые обозначены были, но надо посмотреть. В Нью-Йорке обозначены. Какие-то точно обозначены. Системы идут. В Нью-Йорке обозначены ли. Точный адрес. Также можно добавлять помплексы про фотографию. Можно добавлять фотографии. Сейчас он вам наверняка показал. Вот это вот оно, да? Пока я скажу. Видите, вот здесь есть фональ «Добавить». Можно добавлять три типа объектов. Точечного типа. И выбираете из списка или впечатываете. тут очень много и второе это линейных например дорога речка и третье это какие-то области например если вы хотите какой-то торговый центр обозначить прямоугольником или какая-то более интересная фигура или это просто озеро вы можете использовать объект озеро сразу нападает несколько вариантов может быть или выберите тип объекта из списка просто вы кликайте на карте и добавляйте одну точку несколько точек соединяйте и пишите описание объекта можно просто поставить название это более детально после этого вы сохраняете и модератор как я уже уговорил тот кто выберет этот регион может уже подтвердить эти изменения они будут добавлены а что еще а слева вот добавить есть панель найти изменить если вы нашли ошибку то вы можете использовать эту панель выбрать объект и поменять данные или не нашли ошибку хотите добавить фотографии существующего объекта например можно взять фотографии сегодняшнего мероприятия и добавить объекта вам мегасеку если вы хотите моделировать вот там есть кнопка моделировать также основной панели есть кнопка есть раздел поиска например если вы хотите быстро перечискать город или село можете печатать его также если объект уже на карте например скажем мэри или что в этом роде если вы вписываете то если он добавил то он покажет еще раз повторю вот есть три раздела карта спутники гибрид как это именно объекты как дорога но прочерчены спутник это просто фотография а гибрид совмещают как вы видите будет ровным как сообщалось скаф так на и правильно открыл или нет ну давайте просто добавим так или просто покажем как вот так вот что мы добавляем сейчас что у кого то просто для примера я рисую озеро воскресенье озеро ну давайте потом вытрем его например на месте сумма у нас озеро хорошо вот возле тума я потом удалю вот мы ставим точки и обводим ну можно сделать по кварталу квадратом а можно сделать какую-то область например круглую то есть каждый клик выше эта точка да и чтобы завершить объект нужно кликнуть на последнюю точку и или нажать enter тогда она соединит последнюю и первую точку или туда просто нажать enter если вы не хотите кликать то есть когда объект замкнется он добавится вы пишите данные наверное сейчас сохранять не будем можно сохранить потом будет видно как она область потом я удалю его ну я отменю потому что когда вы создали какой-то объект и вы поняли что это ошибочный объект потому что бывает что вы там что-то делали а потом одну ну например интернет затормозил и какая-то точка двинулась там на 20 метров куда-то вбок а вы уже сохранили есть в режиме сейчас я это сохраню покажу там есть режим режим отменить то что вы делали и она показывает время там 40 секунд сделали какой-то объектом минуту на час на час и вы еще увидите вот в лево в этом блин давайте назовем его просто так же если у вас какие-то возникли проблемы справа справа есть справка вот можно добавлять через другие признаки что это например если озеро можно выставлять это тип века нет ну то именно расположение этого озера где но локально находит но это более точно если уже уточнять по объекта можно зайти в чей-то другой объект и уже уточнить более точно какие-то его характеристики сейчас мы просто сохраним метод так что там не хочет менять ну наверное неправильный объект давайте не будем сохранять в принципе поняли как как это работает есть какие-то вопросы да у меня тоже давайте от насчет неверного адреса мы сейчас попробуем решить эту проблему когда я победил хорошо а одно из как бы то что решение вот это вот а если просто перечислить на английский интерфейс если вам но если вам так удобно если нет я могу подойти и посмотреть я просто думаю неверный адрес появляется потому что сейчас улицы почти все прописаны в латинице и через английский интерфейс то есть прописывалось наверное карты и поэтому она подвязывает название именно дома улице ну вы будете на русском интерфейсе она забита в английский она как-то видно синхронизирует и поэтому не хочет как бывает например если много пользователей за за рубежа англоязычные они могут допустим туристы они могут добавить только английскую версию поэтому хотелось бы если вы видите только английскую версию можете редактировать объект и добавить версии улицы на разных языках на русском и казахском а в пользу случая я бы хотел сказать перейти к четвертому разделу пока как бы как отмечается ваш личный вклад смотрите здесь внизу ваше имя будет написано то есть кем до предоставлены данные если вы кликните на ваше имя то вы увидите ваш папа то есть как бы это ваша картографическая репутация то есть ваша имя окажется на сайте google это отдельный аккаунт но его можно подтянуть к аккаунту google здесь более как полный профиль 10 он подтягивает основной аккаунт но именно в этот аккаунт можно как бы анонимно например хороший вопрос например некоторые думают что компания google заставляет пользоваться например продуктом gmail заставляет ради этого но вы можете использовать другие почты и как бы это не связано то есть как аккаунт создавать если вы зайдете на сайт а у вас есть гугл аккаунт уже почта если почта есть то вы можете просто авторизироваться с помощью вашей точки я вот крей ну создать новый аккаунт сейчас я на русский переключу то есть на на практически 99 процентов google если у вас есть один аккаунт например gmail то он будет работать на большинстве на русском каких-то например как youtube блогер которые раньше были как отдельные продукты теперь у вас один аккаунт что я считаю очень много и 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 Это официальный канал на сайте YouTube продукта Там есть очень интересный видео. Видели же пример из Вьетнама, Боливии. Там есть видео по датам, как изменялась карта по датам. Это очень-очень интересно. Это случай из Индии. Сейчас, закешируйте чуть-чуть. Вот эта карта, посмотрите, карта меняется. Началось в сентябре 2008 года. Можно увеличить твою ситуацию? Сейчас. Увеличить, конечно. Учиси, некоторые объекты появляются в модерации. Учиси. И что вы так видите? Можно вернуться к слайдам в презентации? Сейчас. Да, наверное, я переводим. Хотя можно. Ну-ка, следующий слайд. Дальше. Следующий раздел, четвертый. Канал уже показали, четвертый раздел, дальше, дальше. То есть я уже показал, что ваше имя показывается, это уже вы смотрели. А здесь можно, смотрите, как данные, которые мы добавим, могут использоваться. Один пример я вам рассказал, это сами карты Google Maps. В Казахстане они все автоматически добавятся. А там также Google, да, только если знакомы с моим каналом. Еще большой плюс в том, что если, допустим, у кого-то из вас, у ваших знакомых, есть свой сайт, вы можете бесплатно интегрировать карту Google Maps на ваш сайт. Допустим, вы хотите поставить, как указать, дилерские точки в вашей компании. Или если это мегасектор, можно указать все филиалы. И показать эту карту на вашем сайте. В этом случае это Longly Player, который личный сайт. Для мобильных телефонов существует версия, они включают данные с телефоном, а также есть опция скачки данных. Например, для программы ArcGIS. На следующем слайде можно. Скачка данных, она разрешена только для некоммерческих целей. Просто, как бы, неизвестно, как бы, кто-то может отвечать, как данные будут использованы для коммерческих целей. Возможно, пользователи, которые добавили данные, такие, как вы, не захотели бы, чтобы это использовалось, например, для военных целей. Поэтому только для некоммерческих целей. В этом случае, на картинке, пример, с файла Африки, то есть международные организации, которые, например, швейт-мош Африки, они могут скачать очень детальную карту всех стран Африки. А вот карта людей, карта объектов, добавленных с помощью группы Ацека, именно вот основы-то активированы страны Африки, Африки и Америки. Проектор плохо проектирует, но вы, наверное, видите очертания Казахстана, да? Видите, там страны, города. А что они видят? Сидиолы, что? Ну, что там официальные карты. Там еще не отсидел на кухне, там больше очень много официальных данных. И вот, как бы, видите, такие карты, эти все карты, если что, без таких людей, как вы, не нужно отписывать. И как нифиг, как Антон. И некоторые из активных пользователей также пришли, и, надеюсь, с ними познакомиться при начале, что это с вами может быть. А еще вопросы есть какие-то? Думаю, вопросов уже больше нет. Очень много было. Давайте вот покажу ссылки, по которым вы даете. Можно, пожалуйста, представить на сайт, какой у нас еще план? Да, сейчас. Это поздно, сайт? Да. То есть, давайте постараемся 20 объектов, 20 модераций. И я постараюсь, как бы, всех отблагодарить с помощью, ну, призами, там, все мероприятия. Также команда, вот, помогает, чтобы более весело прошло все. Какие-то конкурсы, если хотите, вы можете участвовать и выиграть какие-то майонтонные, добычные добычные добычи. И подробнее у нас, как бы, выиграть. Да, то есть, вторую часть Google Maps мы решили прости именно в виде конкурса. И первый конкурс... Спасибо за внимание. Продолжение следует...